Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш следующий выпуск. Он будет посвящен игре руками. Начнем с самого начала, последовательно. Для начала необходимо бы, у кого нет, конечно, обзавестись пэдом. Можно, конечно, начинать, в принципе, и на барабане, но это достаточно шумно и утомительно и для людей вокруг, и для вас самого. Поэтому, чтобы не насиловать свой слух, я вам рекомендую заняться пэдом. Сначала положение рук. Смотрите, я вам приведу такой пример. Как должны стоять руки? Например, вы берете планшет, чтобы, скажем, написать другу сообщение ВКонтакте. Вы держите его именно так, или, может быть, вот так. Но не вот так, и не вот так, и не вот так, потому что так неудобно. Соответственно, положение рук мы оставляем максимально расслабленное. Вот оно, естественное положение, поэтому убираем, поэтому убираем и оставляем палки. Вот примерно наше свободное положение рук. Руки опущены, они не прижаты и не оттопырены. Лишнего напряжения на плечевой пояс давать никогда не нужно. Начнем с самого первого. Что дальше нужно, с чем разобраться? Это, естественно, замок. Что такое замок? Замок – это то место, где мы непосредственно держим палку. Делим ладонь на два треугольника. Первый треугольник – это большой указательный палец. Он отвечает за замок, за ваш центр тяжести. И второй треугольник – это оставшиеся пальцы, которые отвечают за контроль палки. Обращу внимание на то, что если у вас не работает замок, пальцы тоже не могут нормально работать, они сразу же вцепляются в палку, и вы начинаете играть вот такие вот удары, которые, во-первых, в которых нет звука. Они не могут быть быстрыми, и вы устаете сразу же после первой песни. Поэтому замок – это очень важная вещь. С чего мы начнем? Как мы начнем развивать этот замок? Нам для этого, по сути, для начала не нужен даже пэт. Мы будем делать вот такое движение. Кладем большой палец именно подушечкой, а не костяшкой, четко на палку. И вот это движение, оно у нас должно направлять палку четко во второй сустав, вот сюда. Не между, не между здесь пальцами, а именно вот в этот сустав. Направляем его сюда, и, соблюдая прямую линию, я чуть-чуть позже расскажу, для чего она нужна, мы пробуем двигать палку только большим и указательным пальцем. Вот таким вот образом. Для этого и левой, и, естественно, и правой рукой. Для этого упражнения нам надо обращать внимание на амплитуду и на то, чтобы у нас палка не гуляла, не крутилась и не переходила из замка ни вперед, ни назад. Теперь я хотел бы рассказать вам, для чего нужна прямая линия и что это такое. Прямая линия, это прямая линия от плеча и до конца палки. Для чего нужна эта прямая линия? Может она вообще и вовсе не нужна никому? Нет, все-таки, эта прямая линия нужна для того, чтобы, когда мы учимся играть пальцами, мы смогли спокойно добавлять кисти и руки, не занимаясь этим особо. Потому что, смотрите, я вам покажу, если вот, допустим, наш знаменитый мёллеровский, там, немецкий замок, вот мы делаем вот такой замок, у нас получается дуга. Что при этой дуге происходит? Смотрите, мы можем немножко играть пальцами, немножко играть кистями, но чтобы играть руками, нам нужно вот это. При этом, если мы сохраняем это движение и начинаем играть потомом, можно просто упасть со стула, и это очень сложно. Смотрите, в чём заключается хитрость прямой линии. На прямой линии пальцы играют, играет сама кисть, играет вся рука, играет плечо, то есть мы пользуемся абсолютно всей динамикой, не напрягаясь, играем также потомом, всё прямо, по прямой линии, очень гармонично и очень просто. Что, собственно, является самоцелью техники. Смотрите, теперь переходим к замку. Мы учимся делать именно вот это движение. Как только оно у нас начнёт получаться, я рекомендую вам вообще заниматься таким вот образом. Допустим, включаете свой любимый сериал или какой-нибудь фильм, можете футбол, вообще всё что угодно. Садитесь обязательно перед пэдом. Для начала вам лучше нарисовать на нём центр. И после этого прямо над этим центром, соблюдая вот так же прямую линию, проверяется она вот таким вот образом. По прямой линии, чётко, просто двигаем палку большим и указательным пальцем. Смотрим за амплитудой и ровностью этого движения. И в правой, и в левой руке. Как только у вас это начнёт получаться, смотрите, что нужно сделать. Вам нужно определиться, удобно ли вам играть с мизинцем. Просто я играю лично без мизинца, но если кто-то играет с мизинцем, я вовсе не против. Смотрите, почему им не играю я? Потому что, допустим, если я хочу сделать большую амплитуду, мизинец просто не дотягивается до палки. И поэтому вот это максимум амплитуды мизинца. Всё. Дальше она палкой не идёт. Без мизинца она идёт вот так вот. А мизинец тормозит её, и приходится играть кистью и всей рукой. Принцип русской лени не позволяет мне этого делать, поэтому я просто убираю мизинец. Теперь смотрите, какие упражнения максимально полезны для этого. Я предлагаю вам развить все сегменты отдельно. И замок, и каждый палец отдельно. То есть какие упражнения мы берём? Мы берём обычные шестнадцатые и играем так с шестнадцатыми замочком, так с шестнадцатыми третьим, так с шестнадцатыми четвёртым. Начинаем. Раз, два, три, пятнадцать. Третий. Четвёртый. Замок. Третий. Четвёртый. Да. Теперь давайте определимся, в каком месте именно пальцами надо играть. Смотрите. Если вы будете играть подушечками, подушечками играть в этом замке не особо удобно. Приходится переходить из нашего замка во второй фаланге, приходится переходить ниже. Поэтому играть здесь неудобно. Здесь будет играть слишком маленькая амплитуда. Поэтому мы играем исключительно средними фалангами. Вот этими вторыми фалангами. Вот смотрите, таким образом. Сейчас замочек. И средние фаланги. Вот таким вот образом. Лёгкость на самом деле происходит благодаря центру тяжести, тому самому замку, на который я вам рекомендую настоятельно обратить вообще просто пристальное внимание к этому замку. Если нет замка, пальцы работать не могут. Поэтому развивайте замок, добавляйте пальцы и играйте упражнения. Развивайте сначала сегменты по отдельности. Замочек, третий, четвёртый. Замочек, третий, четвёртый. И потом попробуйте потихонечку добавлять оба пальца вместе. Таким вот образом. Мы разобрались с положением рук, с прямой линией, с замочком, с фалангами пальцев, которых нужно добавлять. Теперь я расскажу вам о особенностях именно моей техники. Я пользуюсь, скажем так, тремя постановками. Это двумя в правой. В правой я играю ладонью вниз по барабанам и ладонью в сторону. Это называется типа французский замок. Я играю по хету всякие там, допустим... Когда я не хочу напрягаться, я играю сплошнячок вот таким замком. Это очень удобно и легко. Таким образом я успеваю отдохнуть, чтобы в мощных мещах дать ещё места. Также я использую этот замок в райд. Потому что, смотрите, если мы играем ладонью вниз, у нас идёт лишнее напряжение на плечевой пояс, из-за того, что у нас рука, как будто нас кто-то за неё подвесил. Но когда мы переходим во френч, у нас рука опять-таки наш планшет, система нашего планшета работает. И мы можем использовать этот замок на сплошнячке. Причём при френче очень удобно... Его, во-первых, удобно изучать из-за того, что там замок гораздо проще. Там замок вот такой. Он не такой замороченный, как вот этот немецкий, скажем так. Он на начальном этапе немецкий сложней. А вот французский, он проще, он освобождает пальцы и даёт возможности отдыхать рукам. Поэтому, когда я играю сплошнячок в тарелочке, скажем вот так. В этом френче замке очень удобно эту штуку играть. Но в левой руке я играю всегда только ладонью вниз. Играю ли я в малый барабан, играю ли я по тарелкам, играю ли я в хэт. Я всё играю в этом замке. То есть этот замок я использую только лишь для тренировки и вот просто для разогрева. Чего и вам рекомендую. Но лично я его не использую, если вам он нравится. Вы можете использовать вообще только его. Это зависит на самом деле от строения рук, от того, чему вы раньше учились. Может, учитель учил вас именно вот этому замку. Он называется литовровый замок. Это вот этот френч. Мне просто нравится больше вот этот, потому что он мощней. Потому что, смотрите, обратите внимание на физиологию. Если мы играем во френчи, вот пальцы очень хорошо играют. Но для того, чтобы добавить динамики, нам сразу нужно добавлять очень большие мышцы плечевого пояса. Именно вот так. Потому что эта часть руки у нас не работает в этом замке. Смотрите, что происходит в немецком замке. Мы играем пальцами, пальцами. И как только мы... Вот. У нас добавляется кисть. И у нас работает вот эта мышца. То есть у нас добавляется вот эта часть руки. И в принципе можно играть с большой амплитудой, даже не используя большие мышцы. Ну а если ты уже хочешь совсем мощно. Много очень преимуществ. Но в каком замке именно играть вам, это решать именно вам. Как вам больше нравится. Я вам сказал преимущества и недостатки обоих замков. В общем, резюме. По части замков. Немецкий замок сложнее в освоении в начальном, но мощнее и применимее далее. Французский замок прост в освоении, но при игре, скажем, вот именно мощной музыки вы будете сильно уставать из-за того, что не используется вот эта часть. Поэтому решать вам, в каком замке все-таки играть. Вы можете использовать их оба или миксовать. Но знаете, вот основные правила замков, что если вы играете ладонью вниз, то вы играете вот в этом суставе. Если вы играете ладонью в сторону, вы играете в следующем суставе, вот здесь. Продолжение следует...